Неспешная струйка Прочь разгоняя сумрак, теплится свеча Ярким и убедительным свидетельством духовного возрождения нашего поселка является сегодняшнее историческое событие Освящение православного храма в честь святого великомученика и победоносца Георгия Этот вместительный храм отныне стал духовным центром поселка островом надежды, указывающей на путь духовного возрождения и обновления Разделить со всеми нами радость настоящего торжества приехали гости из разных регионов нашей страны и дружественной Белоруссии Праздник объединил самых разных людей Одним общим чувством Теперь у пригорцев есть свой собственный храм Свой очаг духовной жизни Событие, ради которого мы с вами оказались здесь знаменательно вдвоем Ведь чин освящения церкви в Пригорском совершен митрополитом Смоленским и Калининградским Кириллом в сослужении настоятеля церкви и духовенства других приходов 27 сентября 1998 года на праздник крестовоздвижения митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл сообщил мне, священнику Павлешову Роману Александровичу что мне благословляется организовать церковную жизнь в селе Пригорское Первая встреча в селе Пригорское состоялась с директором птицефабрики Скобара Юрием Даниловичем который выразил желание помочь в открытии православного прихода Мне предложили посмотреть здание административного предназначения где птицефабрика выделила треть всей площади По соседству с молитвенной комнатой оказались кабинеты техники безопасности профсоюза, агронома и так далее В октябре началась подготовка изготовление простых престолов жертвенника аналоев для совершения божественной литургии Первые богослужебные книги и евхаристические сосуды были даны нам на время близкими и знакомыми И 1 ноября 1998 года была совершена первая божественная литургия на которую собралось около 30 человек В октябре 1998 года в Пригорское приехал митрополит Смоленский Калининградский Кирилл который осмотрел молитвенную комнату, а также выбрал место предполагаемого храма Владыка выразил удовлетворение от увиденного и благословил на совершение дальнейших трудов Постепенно были поставлены решетки на окна, металлические двери и благодаря этим самым элементарным мерам безопасности оказалось возможным расставить всю имеющуюся скудную церковную утварь Первые иконы, которые появились в нашем храме были пожертвованы верующими людьми из Смоленска Прихожанка Смоленского собора Пороскева, ныне монахиня Варвара узнав, что меня отправляют на новый приход, где ничего нет пожертвовала 8 икон среднего размера на наш храм С большими трудами и материальными трудностями приобреталась первая церковная утварь и богослужебные книги С марта стали совершаться вечерние богослужения и акафисты среди недели Соседство со служащими птицефабрики имело как положительные, так и отрицательные стороны Но невзирая на все трудности, до 2001 года мы сосуществовали в одном здании Лишь в 2001 году руководство птицефабрики приняло решение о переносе рабочих кабинетов своих служащих и передаче здания приходу Практически сразу после того, как кабинеты были освобождены мы начали заниматься сначала документальной, а затем строительными работами До того, как в церковном помещении был открыт храм это было самое обычное типовое здание с плоской крышей в котором размещались административные кабинеты А еще раньше здесь были клуб и парткабинет Приход сначала ютился в одном из помещений этого здания Но и этого было достаточно для того, чтобы впервые за долгие десятилетия в селе Пригорское стали совершаться церковные службы и обряды Таинство крещения, венчания, отпевания Церковные обряды начали совершаться не только в храме Святого Великомученика Пеноса Георгия но и в селах, которые входили в нашу округу в селе Талашкино, в деревне Бубнова, в Наготе, Корюзино, Ковалевке а также в других селах и поселках нашего прихода При храме была открыта воскресная школа В Пригорской средней школе сформирован факультатив православная культура В июне 2001 года здание, в котором располагается приход было передано Смоленской епархии До октября оформлялись юридические документы В конце октября началась полнейшая реконструкция здания За это время с помощью жертвователей, благотворителей, прихожан храма жителей поселка удалось сделать немало Особенно мы благодарны руководителю ЗАО Пригорска и прежде всего генеральному директору этого предприятия Скобара Юрию Даниловичу Этот человек оказал существенную помощь в строительстве храма За весьма короткий срок удалось провести перепланировку здания Были убраны ненужные стены здания Воздвигнуты новые старые прогнившие оконные блоки были заменены на новые с которыми здание мгновенно приобрело церковный вид Прекрасно в интерьер храма вписались новые арки Полностью заменена система отопления В храме настели новые полы Интерьер храма заметно расширился Увеличилась площадь алтаря Появилась трапезная и резница Прихожане храма, помимо того, что постоянно помогали средствами в строительстве церкви всевозможно старались ускорить этот процесс Трудами их были выполнены самые тяжелые работы Убраны лишние стены, вынесен весь мусор Убраны огромные деревья, находившиеся около церкви Старые тополя не только представляли угрозу для церковного здания так как по своей ветхости в случае любого урагана могли упасть на здание но и затеняли его, из-за чего оно сырело приносили много пуха, пыли и всякого другого мусора Оперативно решить этот вопрос помог глава администрации Прудников Алексей Никитич Яковлева Зинаида Петровна Ныне покойный Барышев Владимир Александрович Ткаченко Алексеев Андрей Гришанкова Лидия Федоровна Пескунова Нина Егоровна Милешкина Людмила Григорьевна Денисовы Михаил и Любовь И многие другие потрудились для благоустройства настоящего храма Трудами этих людей, а также многих жертвователей за которых возносится церковная молитва удалось добиться того, что было сделано в тот период и осуществить дальнейшее строительство храма Священник Роман Павлешов за труды большие и усердия понесенные по строительству сего храма Награждается наперстным крестом Достоин! 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 Благословен вход святых твоих Всегда, ныне и призна, и во веки веков В тяжелых погодных условиях воздвигались стены пристройки и кровля храма Но, несмотря на продолжительные дожди и холода, дружно работала строительная бригада В сентябре два креста были водружены над главками храма Высота креста на колокольне составляет 18 метров А на центральной части 17,5 метров Наш храм постепенно преображается внутри Под потолком заблестела от ярких свечей новая паникодила Задрожала в новом золоченом подсвечнике отражение горящих свечей Еще в середине лета с Украины были привезены две великолепные иконы Божией Матери Которые украсили боковые стены около иконостаса В притворе теперь есть место для хранения святой воды Вода на молебнах освещается теперь в большом количестве И все имеют возможность начерпать себе святой воды В трапезной установлена стенка из девяти секций Четыре секции занимает библиотека, которая постепенно пополняется новыми книгами, газетами, журналами и другими изданиями В центральной секции установлен телевизор, а также другая видеоаппаратура Которая используется на занятиях воскресной школы и для других целей с детьми и молодежью Перед праздником Рождества Христова открылась новая свечная лавка Интерьер помещения лавки вполне соответствует современным стандартам И в то же время имеет весьма своеобразный вид Красивая лакированная лестница из светлого дерева с резными перилами ведет на колокольню Теперь колокольный звон льется сверху с колокольни Возвещая начало богослужения и созывая народ Божий в храм Колокол пока у нас небольшой Но со временем надеемся приобрести с Божьей помощью колокола, которые будут слышны далеко за пределами села Пригорское А со стороны улицы над входом зажигается лампада перед иконой святого великомученика Георгия Победоносца Небесного покровителя нашего храма Украсили фасад храма металлические двери с полукруглой крышей и ажурной резьбой над ними Завершенность парадному входу придает фигурное крыльцо, выложенное из отдельных облицовочных камней Перед передним фасадом возвышается стройная колокольня, придающая храму вид корабля Который, если смотреть вверх при сильном ветре и быстро гоним ветром облаках, кажется, стремительно плывет вперед Особенно поражает вид храма при закате, когда горят кресты на солнце Дорогие отцы, братья и сестры, всех сердечно поздравляю с большим праздником С освящением храма в Пригорском Это большое событие в жизни нашей епархии Не просто строился храм в Пригорском, и вы это хорошо знаете И времени на это ушло много, и хотя храм не очень большой Но строился он на те средства, которые собирали люди Радуюсь я также и тому, что епархиальными средствами мы могли послужить созиданию этого Божьего храма Но самое главное, что происходит, когда мы храм Божий строим Сколько бы человек ни пожертвовал, много или мало, это все зависит от его достатка Но всякая жертва на строительство храма имеет огромное значение Потому что в момент освящения храма мы молимся о всех, кто его строил И просим у Господа прощения и грехов И хорошо известно, что тем людям, которые строят Божий храм, Господь грехи прощает Это как второе крещение, как омовение в святых водах, очищение души Поэтому так важно соучаствовать в строительстве Божьего храма И храмы строятся для того, чтобы укреплялась наша вера А вместе с верой, чтобы менялась и наша жизнь Чтобы из этой жизни уходило все плохое, что тормозит наше развитие И личное, и семейное, и государственное, и общественное Потому что только победив зло в самих себе, мы сможем и добрые, и счастливые сделать нашу жизнь Вот для этого строится Божий храм Чтобы мы могли сюда прийти, пред лицом Божиим исповедовать свои грехи Взять на себя обязательства, не говорить неправды, не разрушать семейную жизнь Не злоупотреблять алкоголя С уважением и любовью относиться к ближним своим Много нам нужно брать обязательств И каждый лично знает, в чем он слаб И вот в этом нужно и брать обязательства, дабы преодолеть эту слабость И всякая победа над самим собой, как в личной жизни каждого человека Это и есть наша общая победа Я хотел бы еще раз сердечно поблагодарить отца Романа На которого выпала очень трудная доля Построить этот Божий храм И хотя, как я уже сказал, строительство заняло много времени Я радуюсь результатам Храм оказался очень мутный, небольшой, но хорошо склонированный Есть и место для работы с детьми, для встречи с приходом Есть настоятельский кабинет И есть, наконец, то место, где мы вместе все сегодня молились И храм украшен красиво И дай Бог, чтобы и дальше происходило благоукрашение всего святого храма В память о освящении этого храма я бы хотел преподнести вот эту икону Святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских Которые так много сделали для того, чтобы славянские народы Получили грамоту, а вместе с грамотой культуру И чтобы славянские народы обрели Христа в своем сердце Мы знаем, что их подвиг, подвиг Равноапостольных мужей Явился первопричиной и нашего с вами приобщения к Церкви Божией Дай Бог, чтобы молясь перед этим образом Вы укрепляли свою веру И молитесь перед этим образом также и для того, чтобы укреплялась вера жителей Пригорского Чтобы нам через 5-6 лет этого храма оказалось мало Тогда мы где-нибудь по близости построим второй храм Вот мы так должны свое место идти вперед Мы начинаем с малого, но мы на этом малом останавливаться не будем Приводите в храм своих детей, своих внуков Воспитывайте их в православной вере, не стесняйтесь воспитывать Прошло то время, когда надо было озираться и чего-то бояться Нужно брать за руку и вести, и отдавать батюшке, и чтобы здесь воспитывался ребенок Тогда это будет другое поколение нашего народа Я вручаю этот образ тебе, Отец Роман Призываю на тебя, на весь приход, благословение Божие И радуюсь тому, что мы сегодня осветили Святый Георгиевский храм Пригорском Спасибо вам Ваше Высокое Преосвященство, Ваше Преосвященство, дорогие Владыки, знаете Сегодня странно видеть вас, дорогие Владыки, у нас на скромной и пригорской земле Для того, чтобы осветить этот храм, плоды многих трудов, плоды многих людей